Следующий комплекс для грудного отдела, для раскрытия грудного отдела и снятия спазма в области грудной диафразмы. Начинаем мы, конечно же, с отжиманий. Отжимания могут быть разные, могут быть с прямыми ногами, могут быть на полусогнутых, в зависимости от ваших анатомических особенностей. Более простой вариант, когда мы сгибаем руки, ноги в коленных суставах, сделаем их вот таким домиком, и уже здесь вдох глубокий, и на выдохе мы отжимаемся вдох, выдох, вниз грудным отделом вдох, 9, 8 и так далее. Что здесь важно? Втягивать мышцы промежности в себя, не прогибаться в пояснице, да, я вот такое часто вижу, девочек, усиливается лордоз и еще сильнее травмируем почки. То есть наоборот, поясница в себя, лобковый синфис, подаем вперед. И в этом положении ровненько, с прямой спиной и с подтянутыми мышцами промежности. И вторая вариация. На прямых ногах оттягиваем ахилы, то же самое, вдох, на выдохе вниз. Если вам тяжело, делайте хотя бы на 15 градусов, то есть вниз. И как только вы почувствовали, что устали, коленные суставы врозь, бэйби-пост, я называю эту позицию, мы вытягиваемся грудным отделом. Здесь можно попробовать ладонями упереться в основании подбородка и дотянуть овал лица. Растянуть мышцу платизму, которая отвечает за эстетику грудного отдела. Подбородок вперед, и здесь мы дышим, медленный вдох на 4 счета. 4, 3, 2, 1, пауза, выдох. 4, медленно, 3, 2, 1, пауза, вдох. 4, 3, 2, 1, пауза, выдох. 4, дышим носом, 3, 2, 1, пауза. Чем уникально это упражнение? Мало того, что оно вытягивает платизму, оно очень хорошо растягивает мышцы между лопатками. Вот эти ромбовидные, которые у нас непосредственно держат грудной отдел в таком положении. То есть за счет ромбовидных мышц подтягиваются лопатки к спине, раскрывается грудина и формируется овал лица. Также здесь тянутся полусухожильные мышцы шеи, вот в этом положении. И происходит такой косвенный массаж брюшной полости. И здесь можно попробовать посмещать голову вправо-влево. Представьте, такую аллегорию, как будто бы это фрукт, и вы вазу смещаете с фруктами. Право-влево, право-влево, право-влево. Хорошо, достаточно. Далее. Теперь мы ложимся на предплечье, мостик. Захватываем себя за щиколотки. На выдохе выталкиваем лобковый симфиз как можно выше наверх. Опять-таки, втягиваем мышцы промежности в себя. Опускаем таз вниз. Очень важно работать с дыханием. Почему? Потому что дыхание и сушит, и ускоряет процессы метаболизма в теле. Мы делаем глубокий вдох, на выдохе таз наверх. Вдох. Помните, когда вы опускаете таз вниз, мы крестцом пола не касаемся. У нас мышцы промежности в тонусе. Вдох. 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 Хорошо. И далее. Мы захватываем себя за голеностопы, с внутренней стороны стопы. И начинаем раскатывать широчайшие мышцы спины. Тоже упражнение направлено на раскрытие грудного отдела. Формирование осанки. Равномерно распределяем вес тела. Опускаем себя вниз. Потом отталкиваемся и выстраиваем положение. С круглой спиной отправляем себя вниз. Выталкиваем вперед и выстраиваем ровное положение спины. Анус втянут мышцы промежности в себя. Спина прямая. Не забываем об осанке ни на минуту. Снова вниз с круглой спиной. Разминаем широчайшие мышцы и отправляем себя в исходное положение. Далее, когда вы сделаете это 10 раз, можно вытянуть ноги вперед. Пасхиматанасана. Подтянуть ягодицы. Зажать мышцы промежности. Раскрыть грудину. Со вдохом вытянуть руки наверх. На выдохе опускаем ладони на стопы. Проворачиваем плечи. И уходим в наклон. Лбом касаясь голенем. И здесь, если у вас есть метроном, включите его на 53 удара в минуту и дышите 4-1-4-1. Все вместе со мной. Вдох. 4 вдох. 3-2-1. Пауза. Выдох. Медленно. 4-3-2-1. Пауза. Вдох. 4-3-2-1. Пауза. Выдох. 4. Медленно. 3-2-1. Пауза. После того, как сделаете 10 дыханий, последующие 10 можно усложнить. Слегка вывести пятки врозь, захватить руки в замок за спину и переплетая их фалангами пальцев ладонями тянемся наверх. Не забываем о дыхании. И здесь можно добавить импульсные вытяжения плечевого пояса. Дорогие друзья, все эти упражнения дадут вам возможность раскрыть грудной отдел, подтянуть мышцы между лопатками ромбомидные, укрепить дельту плеча, поскольку оно также. Отвечает косвенно за работу большой грудной мышцы, укрепить мышцы кора и растянуть задний поверхность шейного отдела. Рекомендую ежедневно. Субтитры создавал DimaTorzok